Итак, привет, с вами ТопГМ, продолжаем играть за Россию Виктория 3. Серия была уже записана и залита, но была неправильно записана, в ВБС сбились настройки экрана захвата. Так что мы немножко откатываемся, но не расстраиваемся и просто продолжаем играть дальше. Нужно мне вспомнить, что у нас тут происходило, я вижу, мы тут электричество достраивали. В общем, я думаю, подразберемся с текущим моментом без проблем. Поехали. И я вспомнил, чем мы занимались, мы начинали колонизировать, собственно говоря. Какие у нас здесь планы по колонизации? Мы сейчас потихоньку прорвемся в Эфиопию, подкачаем тут хенин, подкачаемся до профилактики малярии. Не прямо сейчас, но потихоньку, да. И начнем в Африку протекать. Тем временем можно будет потихоньку захватывать вот здесь, да, как я и сказал, эфиопские территории. Можно будет захватывать вот здесь вот аравийские территории. А, значит, нам нужно намного больше интересов, а значит, нам нужен флот. Давайте попробуем построить, я думаю, флот в Балтике. Это будет более-менее правильным решением, потому что нам нужны военноворские базы там, где мы можем такую небольшую армию, да, иметь. Чтобы ей всегда хватало кораблей для высадки. Ну и да. Нужно будет потом еще сюда подстроить армию. Потому что наши войска, вот эти вот, для высадок берутся как раз таки из локальных казарм. То есть армия из, допустим, вот смотрите, у нас из России не может быть отправлена на высадку штабом из Балтики. Это очень глупо, но так работает эта игра. Из новой технологии, а мы ее замечу, исследовали Хенин. Мы можем потихоньку колонизировать дальше Папуа, хоть и медленно. И как только у нас появится больше интересов, мы поставим их в Африку и начнем колонизацию в Африке. Тем временем, пока у нас здесь есть бесчестие, и наши войска, собственно говоря, на последнем тихе стоят, можно продолжить захватывать территорию. Я думаю, следующим у нас будет Афганистан. Давайте еще посмотрим по областям. Можно было бы подключить эти. Распространить туда наше образование. И как бы улучшить жизнь местных жителей. И давайте поехали в Афганистан. Сразу же добавим... Нет, сразу же давайте подождем, может они отступят. Вот, тогда мы просто потеряем бесчестие, если добавим какие-то еще казусы были. Ну, судя по всему, они не отступятся, к ним еще союзничек приехал, да. Мы тут интересы поставили, чтобы у союзника тоже потребовать территории. И можно сразу их и добавить. Афганистан. Но пока интерес не готов, мы не можем добавить вот эти вот два стаита, хотя я хотел бы. Так что, я вроде думаю, хватит нам времени. Да, так и есть. Давайте заодно смотреть, что у нас по бесчестии. То есть, у нас 82. А, значит, мы уже не сможем. 20 многовато для нас. Начинается у нас война, и я думаю, мы должны без особых проблем пробиваться. Так и есть. Даже не совсем идеально здесь ролл и войск. Но все равно мы захватываем и, я думаю, выхватим. Фу, странно, без особых проблем. Не дают нам гарантии свободы, к сожалению, но надо пробовать дальше. 51% нам на прокол хорошо, поэтому отменять мы принятие пока что не будем. И у нас на данный момент многовато денег. Я бы построил дополнительные строительные сектора, чтобы еще немножко нас забустить. Мы неплохо так потихоньку развиваемся. Здесь подстраиваем где-то железные дороги. Сейчас у нас текстиль массово строится, потому что у нас не хватало одежды. И я вижу, что теперь нам можно массово подстроить хлопок. И после этого заняться какими-то еще ресурсами. Можно еще, кстати говоря, сахара добавить. У нас потихоньку нефть появляется. Нефти у нас будет очень много, особенно после захвата здесь всех территорий. Собственно говоря, вот он хлопок. Захват. Застраиваем. И сахара тоже немного. У нас сахара в принципе в стране немного. То, что можно, мы подстроим. Достроили мы войно-морские базы. И потихоньку будет наниматься наш флот. Просто говоря, очень потихоньку, видимо. Или у нас в гарнизонах нет. Ну-ка. Давайте посмотрим. Войно-морские базы готовы. Но почему-то они не набирают людей. А, возможно, вот так вот стоит поменять. И дело поменяется в теории, да? Да, так и есть. Нормально. Переводим мы также некоторые производственные методы на электричество. Здесь перевели. Это пока что еще, наверное, не будем. Нам столько работников не надо убирать сейчас. Это приведет к беспорядкам и к, собственно говоря, подорожанию электричества. И мы поменяли еще на химию. Вот здесь вот стали производить больше взрывчатки. А взрывчатки нам не хватало. В обмен на электричество это нормально. Теперь взрывчатка у нас имеет умеренную цену. Очень даже. Конечно, электричество подорожало, да. Вот в любом случае. Но мы его достроим сразу после хлопка и сахара. Единственное, пожалуй, я подожду пока у нас вот здесь вот технологиями профсоюзного движения изучится. И параллельно... У меня бы вот эти две техники тоже хотелось бы взять. Поэтому давайте инвестируем туда-туда очки. И когда докачается эта теха, возьмем эти две. Потому что они станут чуть-чуть дешевле. Потому что пока что у нас второй уровень не весь сучен. Но здесь мы потихоньку пробиваемся. У нас бои здесь очень неудачные складываются по количеству. 14.50. Здесь 14.40. Да, поэтому не так все прекрасно. Но в целом счет у нас позитивный. И я думаю, потихоньку они сдадутся. Да, вот уже, собственно говоря, Северская империя сдалась. Давайте посмотрим, можно нам же жиды здесь построить. Нет. Но вот в старых наших провинциях да. Давайте-ка достроим. Потихоньку, пока мы расширяемся, потребление жиды растет. С этим ничего не поделать. И теперь у нас вдвое больше сил должно в Афганистане, я думаю, наконец-таки пробиться сквозь эти гуры. Во Франции тем временем произошла революция. И начинается гражданская война. И я подозреваю, что радикальное государство Франции победит обычную Францию. Хотя у нее есть, конечно, поддержка. Но здесь, видите, батальонов просто-напросто больше в два раза. И два раза это много. В Австрии тем временем то же самое. Мир, конечно, неспокойный. Везде революции. Только у нас все стабильно и спокойно. Ставим интерес и теперь мы можем начать колонизацию территорий. Кстати говоря, мы получили гарантию свобод. Очень приятная новость. Нужно думать, какие законы мы хотим поменять следующим. И, пожалуй, это будут медицина. Да. Это будет страхование. Нам бы подкачать. И нам бы на самом деле сейчас бюрократии построить, чтобы подкачать вот эти два института. Да вообще три. И в будущем еще четвертая медицина. Так что надо по-жесткому застроиться. Либо, возможно, повысить тех. Давайте посмотрим, это вообще реально у нас или нет. Нет, телефоны нам еще до телефонов идти и идти тут. Идти и идти вот тут. Так что не будем пока телефоны о телефонах мечтать. Просто построим больше зданий. Вот, кстати говоря, мы пробились. Я думаю, это только начало наших успехов. Да, так и есть. Сейчас потихоньку закатаем Афганистан. Да, вот и Афганистан сдался. И у нас уже 68,7. Можем продолжать завоевание. Идем на Калад. И ну-ка у него союзник Микрат. Так. Микран. Извините. Мы сейчас их обоих завоюем. Чуть-чуть нам сейчас Турнуславу бы сбить. Буквально до 79,9. И мы еще, я так полагаю, сможем добавить... А нет, нам и так хватит завоевать в области. И мы, в принципе, объединим почти что регион. Только останется потом добить Персию. Начинаем мы очень плотно застраивать сейчас бюрократию. Люди уже начали наниматься. Это значит, что мы можем начать качать институты наконец-то. Персия еще вступилась. Слушайте. У нас 86. Мы можем взять еще один стейт. Хотелось бы, конечно, мне взять два стейта. Но, наверное, два. Все-таки я не буду пока рисковать. Бесчастьем, да? 99,4, да. Давайте пока. Мы еще не настолько сильные, чтобы прям забить на бесчастье. Но 300 этап вполне себе выглядит неплохо. Ну и, кстати, включаем новые территории. Потому что можем. Потому что у нас есть бюрократия. Цельбез, пожалуй, включать я не буду. Будем только то, что рядом с нами. Африку и Индонезию, наверное, не стоит. Начались бои. Пошли битвы. Как обычно, везде нам прокают плохие количества, да? Вот здесь вот прокнуло нормальное. Слава богу. И да. Ну, в любом случае, потихоньку мы из-за качества их победим. Волноваться там не о чем. Деньги у нас в уверенном плюсе. Сейчас я еще добавил здесь себе интересы. Начинаем здесь колонизировать. Но, конечно, нам бы как-то вот сюда прорваться. Возможно, стоит напасть на Португалию. Что-то еще подумать, что у него там за союзники. Да, там нет особых союзников. И я вижу из-за перемирия с ВВ, что они еще и много кого не любят, да? Так что можно куда-нибудь сюда залезть за Португалией. Параллельно еще и сюда. И с двух сторон начать колонизировать. Вполне себе может пойти неплохо. Учитывая, что наш флот очень сейчас растет хорошо. Здесь хватает крестьян, да? Так что это вопрос времени, пока здесь будет по 30 кораблей в сумме. В итоге будет у нас флотилия из 90 кораблей. Уверенная. А вот ивентик о принятии закона. Самый жесткий. То есть вот это 30% за 138 тысяч. А я думаю, это стоит этих денег. Так что берем. Итак, мы здесь почти закончили исследовать вот эти все три техи. Вот здесь вот я даже лишнего, по-моему, исследовал. А как только профсоюзы здесь закончатся, мы практически моментально возьмем все эти три. А вот уже начали они сдаваться. А, собственно говоря, все они одновременно и сдались. Прекрасно. Давайте сразу включим эти все области. И нормально. Осталось чуть-чуть еще подкрасить. И будут хорошие границы. Ну и османа, наверное, стоит тоже отсюда будет выгнать. Рынок у нас достаточно стабильный. Подстраиваем много чего автоматически. Добавила сюда уже еще Академия искусств. Наши картины, на самом деле, неплохо продаются. Я этому очень рад. Они очень прибыльные. Давайте вот зайдем просто. Здание пятого уровня. Нанимает не так, что и много людей. Но дает очень хороший баланс. Если еще и бумагу дешевить, она у нас сейчас очень дорогая. Из-за того, что мы очень много домиков построили на бюрократию. То вообще будет нормально так. Давайте-ка бумагу и сделаем подешевле. Плюс нам шелк надо подстроить, я вижу. Можно, кстати говоря, золото подстроить. Почему нет? Шелк. Афганистан, видите, очень приятное приобретение. Здесь очень много ресурсов хороших. Очень много людей при этом. Так что это очень нам на пользу будет. И мы, кстати говоря, в ВВП уже буквально за короткое время почти на сутку подняли. И у нас многовато денег, поэтому давайте продолжим строить сектора. Как раз таки вот в Афганистан можно инвестировать. Да? Потому что мы там сейчас будем строиться очень много. Это понятно, что там ЖД надо будет подстраивать. Обязательно. Поэтому давайте буквально чуточку сразу поставим. И остальные будем достраивать, как будут новые дома. А то там появляться. Это у нас профсоюзы. Делаем сразу цивилизаторскую миссию здесь. Делаем себе фонды сразу. И продолжаем исследовать сооружение стальными ранами. Не прокнулась медицина. Ну ладно. Или нет? Вообще минус нам дебаф дали. Очень неприятный. Что поделать? Но теперь у нас есть публичные компании. И поэтому мы переставляем их везде. Появится у нас куча капиталистов. И наше строительство разгонится еще сильнее. Причем намного. Заметьте, здесь мы можем поменять автоматическую ирригацию. Мы это скоро и сделаем. Только нужно немножко будет подстроить к этому моменту стали. И вместе со сталью. Получаются двигатели. Собственно говоря, нужны нам там именно двигатели. Но я понимаю, что будет у нас проблема именно со сталью. Это продолжу сам. Еще один из важных моментов. Мы можем перейти уже на пароходы. Вот тут. И вместе с этим перейти вот здесь вот на паровые суда. Здесь перейти на броненосцы. И здесь мы, кстати говоря, не можем пока что перейти. Вопрос, как скоро мы сможем. Ответ не очень скоро. У нас не качается здесь технология нужная. Но ничего, потерпим пока так. Все-таки вариантов, откуда можно это импортировать, много. Будем импортировать там, где не нужны конвои. Так что сейчас потихоньку торговый путь должен разрастись. И вот это вот покрыться необходимость. А для наших нужд военных мы здесь вот тоже будем производить просто броненосцы. Все просто. Наш строительный сектор опять можно увеличить. У нас опять много денег. Но буду делать вот не вот так. А как только мы следуем новые сооружения, будем делать это вот так. И у нас очень резко повысится расходы. И очень резко повысится потребление стали, стекла, взрывчатки. Взрывчатки у нас вроде хватает, но вот стали и стекла. Да, не очень хватает. Поэтому нужно будет... Я уже заказал все свинецы и стекло. Теперь нужно будет заказать еще дополнительные все сталелитейные заводы. Но вот в Херсоне примерно где-то здесь. Я просто смотрел здесь, я уже где-то что-то заказывал. В Херсоне пока что нет, поэтому построим там. И не забываем мы конечно же ЖД наши подстраивать. Пока что, кстати говоря, мы воевать вряд ли будем. У нас очень много бесчестия, поэтому можно взять и поэкономить на армии. То есть сократить все качество регулярной армии. Эта вот технология наша. Делаем страшный-страшный переход. Смотрим, что с рынком получается. Рынок обваливается. Это ожидаемо. Но, во-первых, есть откуда импортировать. Чтобы частично снизить нагрузку. Во-вторых, мы скоро достроим. Составливание так все хорошо импортировать. Здесь слишком мало есть. Но все еще есть. Тоже чуть-чуть облегчим. А потом достроим. И идем мы в профилактику малярии. Когда потребует 5 лет, на самом деле чуть меньше у нас следуется вот эта теха. И, возможно, какая-то еще вторая технология. У Токио дешуив малярию. Я думаю, где-то годика 3 на нее пойдет. И после этого мы сможем нереально начать колонизировать Африку. Опять у нас не прогает медицина. Но хотя бы прогает плюс 20%. Берем этот бафчик. И надеемся, что с 44-х точно прогнет. Тем временем институты у нас практически докачаны. Появится еще медицина. Еще ее надо будет выкачать. Но нормально. Берукратии у нас тоже хватает. Так что продолжаем колонизировать. Продолжаем застраиваться. ВВП у нас продолжает расти. Мы уже на уверенном первом месте. Ну как уверенном. Вообще недалеко от нас есть вот эти вот небольшие страны. Ну все еще верно. Забавно, что Финляндия на самом деле тоже очень уверенная по ВВП. 10 миллионов. А в один момент я бы может даже хотел бы ее аннексировать в себя. Вот уже потихоньку у нас стекло становится нормальным. 50% вместо 75%. И я даже здесь сталь не вижу. Да, потому что там всего лишь плюс 15%. Тоже очень-очень умеренная цена. И забавно, но у нас очень дорогие картины. Поэтому надо что делать? Правильно, достроить. Еще здесь можно десяточку такую. Уверенную. Сколько? Давайте посмотрим на наши картины. Это уже 2,5 тысячи. Хотя тратят они всего лишь небольшую часть бумаги. Очень выгодное дело. Но надо понимать, что потребляют их только богатые с уровнем жизни больше, по-моему, 30. Можем мы, значит, теперь перейти на двигатели. Да, теперь это создается еще одну, как я и говорил, нехватку двигателей. А с постройкой двигателей нехватку стали. Ну, я думаю, мы уже можем все позволить сейчас подстроиться. Мы один переход уже сделали. Подосвободили наши теперь строительные мощности, да, на остальные вещи. И можно теперь заняться именно этим. Плюс можно еще вот это вот потом апгрейднуть. Даже, наверное, не потом, а сейчас. Вот 258 электричества за 150 тысяч рабочих. Немножко железо пойдет. Давайте даже победимся. Да, двигатели, ну, кстати говоря, не прям кризис. Очень даже нормально. Можно даже чуть-чуть подимпортировать. Чтобы облегчить сейчас нашу, так сказать, долю. У нас одежды кучи не хватает. Ага, у нас тут покупают нашу одежду. Значит, что надо сделать с таким? Во-первых, кстати говоря, все невыгодные торговые пути поотменять. И сделать вот так, чтобы, во-первых, зарабатывать больше. Во-вторых, чтобы у нас не выкупали с внутреннего рынка лишние товары, которые нужны нашему населению. Или нашим другим заводам. Смотрите, наш флот построился, а вместе с ними количество наших интересов увеличилось. Все это работает вместе. И теперь мы можем расставить здесь везде интересы. И потом начать, собственно говоря, в Португалии какие-то свои планы строить. Допустим, вот это я бы подзахватил и отсюда начал очень уверенно расширяться сюда. Вместе с этим. У нас уже хотя бы немного спала репутация плохая. И стоит этим воспользоваться. Воспользоваться, я думаю. Давайте посмотрим, что у нас здесь будет по войне. Я бы сказал, очень уверенно. Всего лишь США и Португалия. Поэтому давайте наши войска снова мобилизуем, так сказать. Если у нас кавычука нету на войска, наверное. Хотя нет, смотрите, у нас будто бы... Окей, нет. Вот, все, поднялся спрос. Давайте посмотрим, может мы можем подстроить кавычук. Да, так и есть. Но это всего лишь один. Этого точно не хватит. Да, поэтому, знаете что? Поэтому вот этих у нас пока пронизить не будет. Но вот остальное все окей. А вот мы наконец-таки приняли медицину. Сейчас я уже начал подстраивать бюрократию. И когда мы подстроим, мы начнем качать здесь институт. И за счет этого мы должны так неплохо еще повысить наш прирост населения. Потому что, да, оно у нас уже очень-очень кончается. Да, где-то тысячи есть. Но, видите, вот это в основном новые завоеванные территории. А как бы здесь вот эти все промышленные центры у нас в основном без населения. Так что нам прирост уже нужен. У нас 5,5 примерно. 5-5,3 миллиона еще надо на какие-то заводы отправить. Но надо, чтобы это число всегда оставалось примерно таким, более-менее большим. Чтобы всегда можно было строить новые. Чтобы рост нашего населения был равен росту наших заводов. Хотя заводы растут очень быстро. Там радикалы в Румынии хотят отделиться. У них ноль войск. Я вспомнил про Румынию. Я вспомнил, что нам стоит захватить все-таки Молдавию и Валахию. Там будет нефть, в теории. Но это не прямо сразу. Но ухудшить отношения надо сразу. И мы, я думаю, можем уже начинать нашу войну с Португалией. Но начнем, я думаю, ее уже в следующей серии. Эта серия уже ушла в 20 минут. В следующей серии мы начнем полноценную гонку за Африку. Начнем здесь колонии у других стран красть. Колонизировать сами. Мы уже начали неплохо колонизировать. Подоследуем профилактику малярии. Ускоримся еще больше. Какая-нибудь Эфиопия тоже войдет в наш состав. В Арабии может что-нибудь посмотрим. В общем-то, нам нужны новые колонии. Нам нужны новые ресурсы. Нам нужен каучук. И нам нужна нефть. Нефть у нас, на самом деле, и так много. Но, в любом случае, с вами Будапгай. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.